В одном из своих предыдущих роликов я рассказывала, что такое аккорды, какие они бывают и, в принципе, технику их зажатия. Однако, даже среди базовых схем бывают такие, которые очень сильно зажимаются или, в принципе, выглядят так, как будто пальцы играют в твистер. И при этом как раз эти аккорды используются в самых популярных песнях. Поэтому, как же упростить такие схемы или поменять их на более удобные, сейчас расскажу в этом ролике. Дарья, объясни! И все-таки мне нужно сказать, что то, что я сейчас вам буду показывать, не факт, что в вашей связке аккордов это будет звучать идеально. Может получиться так, что все супер, и вот именно тот, который аккорд вы упростили и заменили, он звучит так. Поэтому вам придется всегда держать ушки на макушке, чистить, чтобы вписать в контекст ваших аккордов. Потому что может получиться так, что вы его упростили, вам стало удобно его зажимать, но он не звучит. Начнем мы с вами с простых аккордов и постепенно будем рассматривать более сложные схемы, например, с баррель. Первый аккорд, аккорд G. Мы зажимаем с вами третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Трудность этой схемки возникает тогда, когда у нас идет какая-то связка аккордов по типу C, A, F. И видите, тут была какая-то логика, мы ее придерживались. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Каждый аккорд выходил из другого. Однако, вот между, например, аккордом F и аккордом G нету точек соприкосновения, и нам приходится руку менять в положении. Поэтому есть более удобный и простой вариант поменять этот аккорд на аккорд G7. В этой схемке мы также зажимаем третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на первую. И вот уже с такого положения намного удобнее переходить с F на G7. Обычно на самом начальном этапе игры я всем точкам рекомендую G менять на G7. Следующий идет на очереди у нас аккорд E. И вот, в принципе, этому аккорду можно посвятить отдельно ролик. Дайте мне, пожалуйста, знать в комментариях, нужно ли вам это будет. Пока мы здесь разберем самые простые вариации упрощения этого аккорда. В чем же, в принципе, вообще проблема с этим аккордом? Если вы откроете любой сайт с укулеле-аккордами или любую брошюрку, которая у вас ведет с инструментом, там будут писаться какие-то непонятные раскорячки. Или вот такая вот, или вовсе с баре. Как вы видите, это не совсем удобно, когда ваше умение заканчивается на аккорде C. Вот из этого положения потом сюда перевернуться, ну, сложновато. Что же мы можем сделать? В принципе, мы рассмотрим только парочку вариантов, но не самые ходовые. Самый простой вариант — поменять этот аккорд на аккорд Е7. Как же строится эта форма? Мы зажимаем четвертую струну на первом ладу, далее третья и первая струна на втором ладу. И получается... В принципе, звучит неплохо. Действительно, особенно в начальном этапе. Самое главное, чтобы после аккорда семерочек был какой-то более уверенный аккорд. Если вам не нравится такое звучание, то вы можете взять упрощенную форму оригинального аккорда Е. Например, вот такую. Здесь мы с вами зажимаем первую струну на втором ладу, третью и вторую струну на четвертом ладу. И обратите внимание, я не играю четвертую струну. Потому что если я ее сейчас буду играть, то звук будет немножко грязноватый. Какие-то тюрские мотивы. А, они нам не нужны. Если вы все-таки возьмете эту форму, то пробуйте играть нижние три струны. Или вот тут есть такая штука, как исключение касаемо большого пальца. Вы можете приглушить большим пальчиком. И тогда у вас будет хорошо звучать. Получается у нас такая балалачная техника. И тут может возникнуть вопрос. Даша, а почему я аккорд Е не могу поменять на аккорд Е-М? Тут все очень просто. У нас есть некая классификация аккордов. Мы понимаем, что есть аккорд мажорный. Есть аккорд минорный. То есть у них есть определенная краска. Кто-то звучит весело, кто-то звучит грустно. И нельзя сделать так, чтобы у вас мажорный аккорд звучал минорно и наоборот. Но есть некий помощник в виде септаккордов. Они обозначаются семеркой. И у них нет точного окраса. Вот в этом как раз и прелести. Все смотрите по ситуации, будет ли он звучать. Следующий на очереди аккорд Ф-М. И по идее мы должны с вами зажимать вот такую конструкцию. Когда у нас с вами зажимается четвертая и вторая струна на первом ладу. И мизинчиком мы зажимаем первую струну на третьем ладу. Но, конечно же, эта форма не очень удобная, потому что у нас тут используется мизинчик. Что мы можем сделать? Мы можем выкинуть четвертую струну. И тогда вот эти две нотки, которые мы с вами зажали, можем зажать простыми пальцами. Через первый, то есть указательный. И безымянный, то есть третий. И как в случае с простой вариацией аккорда Е, мы тут не играем четвертую струну, то есть она у нас с вами открытая. И играем с нижних трех. В принципе, звучит неплохо. Если мы будем играть полные все четыре струны, то получится такой звук. Тоже какие-то звуки тюркских мотивов. Поэтому также можно тут приглушать четвертую струну, чтобы хотя бы что-то типа подобное. Понимая, что раз корячка все равно остается, ну, лучше уж как-то действовать как можем. Кстати, этот аккорд я использовала в недавнем разборе на песню «Тайный коко не забывай». Очень прикольный разбор получился, обязательно посмотрите. Еще как вариант можно взять форму аккорда ЕМ, когда наши пальцы выглядят в виде лесенки, и просто эту конструкцию сдвинуть на лад дальше. То есть мы это все будем играть с третьего лада. При этом нужно учитывать, что четвертая струна должна быть приглушена, или вы ее просто не играете. Далее на очереди идет интересная схемка, это CDESM. Вы могли ее видеть на просторах интернета в разных интерпретациях. Первая, это когда мы с вами зажимаем четвертую и третью струну на первом ладу. Первую струну на четвертом. Здесь не совсем удобно, может быть, потому что нужно тянуться, и тем более мы что-то нажимаем через мизинчик. Следующая вариация, когда мы также оставляем четвертую струну на первом ладу, но при этом теперь остальными пальцами пытаемся дотянуться до третьей, второй и первой струны на четвертом ладу. И это прям пошел небольшой хард. Что мы можем сделать в этом случае? Во-первых, не расстраиваться. Во-вторых, в эту четвертую струну выкинуть. И играть с первой, второй и третьей струны просто на четвертом ладу. Единственное, в этом случае вам также нужно стараться не играть четвертую струну, можете ее просто приглушить. Если у вас не помещается три пальца вариант, то вы можете поменять все на барашку и также ее сыграть на четвертом ладу на нижней три струны. Вот вам, пожалуйста, аккорд С-Ди-С-М. Следующий на очереди ваш любимый аккорд Д. Когда нам нужно с вами зажать четвертую, третью, вторую струну на втором ладу. В чем же с этой схемой аккордов состоит трудность? Дело в том, что если вы купили укулеле-сопрано, то есть это очень маленький, самый маленький вид укулеликов в России, по крайней мере, то у вас лады будут меньше. А если вы при этом еще взрослый человек, у которого руки как у Шрека, то, соответственно, будет очень трудно уместить три пальца в ряд на одном ладу. Что мы можем сделать в этот раз? Первый вариант мы можем эти три пальца поменять на один палец, и то есть получается мы сыграем аккорды через баре. При этом вам нужно попробовать приглушить первую струну, чтобы она у вас не звучала, иначе у вас получится новая форма, это Д6. Красивый такой какой-то джазовый аккорд, но это не то. Единственное, в этом случае вам нужно уметь играть баре. Но если эта схема оказывается для вас сложной, то мы возвращаемся к позиции в три в ряд и убираем третью струну, то есть зажимать мы ее не будем. И получается вот такая схемка. И это получается упрощение-упрощение. По идее это аккорды 7, когда мы зажали с вами четвертую струну, вторую струну на втором ладу. Звучат они тоже немножко неуверенно, что-то вопросительно. В принципе, посмотрите, если это будет звучать не так ужасно в контексте вашей связки аккордов, то вы можете использовать эту схемку. А так, в принципе, на будущее я вам рекомендую не брать все-таки укулеле размера сопрано. Как мы поняли, на ней неудобно играть какие-то аккорды. А если в будущем вы еще захотите играть инструментальную музыку, то леся песня. Поэтому сразу вы можете взять размер концерт, как, например, моя подписная укулеле-аккулеле, или же еще больше вариант размер тенор. Ну а пока мы с вами пытаемся заменить или упростить данные аккорды, хочу напомнить, что у меня есть целая книга «Укулеле по шагам», где вы можете более подробно найти ту тему, которую мы сегодня с вами разбираем. Ну и все остальные, которые поможут тебе звучать, играть на укулеле, как профессионал. В этой книге, не побоюсь этого слова, энциклопедия, я собрала информацию касаемо аккомпанемента, инструментального исполнения, музыкальной теории, которую вы все боитесь, но я ее объяснила простым языком. Но я уже чувствую, как тебе не терпится ее приобрести, поэтому осталось, а ссылки в описании. Дарья, объясни! Следующую форму аккордов мы будем зажимать при помощи баре. И в принципе у вас есть несколько вариантов каждый раз бояться и бегать от него, или посмотреть мое предыдущее видео, как раз где я объясняю, что же это такое, как это играть, чтобы у вас все звучало. Раз уж я упомянула форму аккорда D7, давайте ее тоже возьмем и упростим. Первоначально форма выглядит так. Мы зажимаем баре указательным пальцем на втором ладу, и к этой конструкции добавляем первую струну на третьем ладу. Что же делать в этом случае? В общем, мы можем оставить просто баре полностью на втором ладу. Получится у вас аккорд D6. Или же, как я вам показала ранее, взять форму D7 упрощенную, когда мы с вами зажимаем четвертую струну и вторую струну на втором ладу. Следующий на очереди аккорд А-диез или по-другому Б-бемоль. Мы зажимаем с вами на первом ладу баре, далее средним пальцем третью струну на втором ладу, и четвертую струну на третьем. И это у нас с вами такая хорошая первоначальная форма этого аккорда. Как же упростить эту схему? Первоначальный этап вы можете поменять полное баре на неполное. Это когда мы с вами зажимем не четыре струны, а две. Уже неплохо. Может, кому-то это будет уже удобно. Далее вариант. Можем выкинуть четвертую струну. Мне кажется, после этого ролика вы можете взять за некое правило. Если у вас какая-то сложная форма аккорда, чего-то не получается, выкидывайте четвертую струну, это не особо будет страшно. И у нас с вами получается новая форма. Б-бемоль 6. Звучит и звучит. Единственное, смотрите внимательно, чтобы не было вот этого. Хотя что-то такие джазовые нотки у нас тут появляются из открытой четвертой струны. Если эта схема вам не подходит, а играть очень сильно хочется, мы делаем следующее. Возвращаем четвертую струну. Но при этом баре убираем и оставляем зажатую нотку на второй струне. Уже неплохо. При этом смотрите, чтобы ваша первая струна была приглушена вот этим же самым пальцем. То есть вы можете баре не зажимать, но сделать так, чтобы ваш упор и ваша сила была на вторую струну, а первая струна была приглушенной. И тогда у вас тоже получается упрощенная форма этого аккорда. И в принципе это звучит как оригинал, просто может для кого-то быть это проще по зажатию. Следующий на очереди аккорд БМ. По идее нам нужно с вами зажать баре на втором ладу и к этой конструкции добавлять четвертую струну на четвертом ладу. Что с ней не так? Да мне кажется, все не так, потому что придется или вам делать упор на барешку, если вы только недавно начали играть, и вот это получается у нас какой-то споук. Что в этом деле можно упростить? Во-первых, опять же, полное баре поменять на неполное баре, то есть зажимали четыре струны стали три, попроще, или поменять на аккорд Б7. Помните, да, аккорды семерка нас могут всегда выручить, неважно это минорный аккорд или мажорный аккорд. В этом случае мы возвращаем баре полностью на второй лад и средним пальчиком зажимаем третью струну. Но если вас не устраивает форма аккорда Б7, ее тоже можно упростить. Например, оставить только баре, кому сложно, можете помочь средним пальчиком, типа черния. Или сделать так, возвращаемся в последнюю форму, делаем мини барешку на нижние две струны, средний пальчик так остается, и играем такую форму, у нас получается Б, бемоль, М7, сложное название, в принципе, вот с этими отставками вы можете не запоминать, просто трактуйте, что вы взяли и упростили основной аккорд ваш Б7. Все, вам этого достаточно. Единственное, также смотрите, что у вас четвертая струна не звучала. Играем нижний три. И последний аккорд для упрощения, аккорд Б. Мы зажимаем с вами полное баре на втором ладу, далее к этой конструкции средним пальчиком играем третью струну на третьем ладу, и четвертую струну на четвертом ладу. В принципе, тут работает такая же ситуация, как с аккордом Б, бемоль. Например, мы полное баре можем поменять на неполное баре, или можно зажать такую форму. То есть, по идее, это как взяли ЕМ, но потянули все на струну наверх. По-другому мы зажимаем с вами вторую струну на втором ладу, третью струну на третьем ладу, и четвертую струну на четвертом ладу. Для красоты звучания можно первую струну, конечно же, все приглушить, чтобы у вас был прям хороший звук аккорда Б. Вот столько вариаций у нас с вами получилось. Теперь самое главное выбирать вам понравившуюся и удобную, отрабатывайте ее и пытайтесь вписать в контекст связки аккордов. Но если этот ролик был тебе полезен, то дай мне знать своим лайком. Также пиши в комментариях, что еще разобрать, какую теоретическую тему, или, может быть, у тебя остались вопросы. Ну а если ты любопытный по своей натуре, то у меня на канале есть целый плейлист музыкальной теории. Обязательно чекай и смотри. Ну и напоследок хочу поблагодарить всех людей, которые поддержат меня на Бусти. Вот эти ребята. Замены не получают клевые ништяки, весь раздачный материал, но самое главное, мое почтение. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok